Максим Кораблёв 10 из 10 возможных баллов и стал победителем. Диплом первой степени Максиму вручила председатель ЦИК России Элла Памфилова, которая поздравила его с заслуженной победой. Освоить практическую сторону избирательного процесса ему помогали представители областной и территориальной комиссий, школьные наставники. Чтобы выйти в финал, Максим активно участвовал в конкурсах по избирательному праву избирательному процессу. Стал лучшим на региональном этапе Всероссийской Олимпиады. За титул победителя вместе с ним боролись 77 старшеклассников из 35 регионов страны. Все ребята на финале были в равных условиях. Все зависело от того, как человек подготовился. Олимпиада Софиум включена во Всероссийский перечень Олимпиад. Участники заключительного этапа в 11 классе получат дополнительные баллы при зачислении в ВУЗ, а также будут включены в информационную систему «Ресурс об одаренных детях». Конечно, для нас это было очень неожиданно, но приятно. В то же время это была большая ответственность. И от времени подготовки и первого этапа прошло продолжительное время. Вообще это организовывается избирательной комиссией Костромской области. Это проходит Олимпиада. Она вначале называется муниципальная. Первый этап ее проходил у нас в октябре месяце. Она была в дистанционном формате. Второй этап, это уже был первый отборочный региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по избирательному праву и по избирательному процессу. Здесь могут также дистанционно участвовать все учащиеся. В положении оговорено, что это для учащихся 10-11 классов, но есть разделение, что вопросы для них разные. То есть уровень немножко отличается. Далее это был второй этап. Это уже был он от Центральной избирательной комиссии и РЦИД. То есть это уже он был от Москвы. Там было 20 вопросов тестовых, на которые Максим блестяще ответил. То есть и там, если ты набираешь 27-30 баллов, ты уже считаешься победителем этого этапа и представляешь уже наш регион на заключительном этапе. Ну а заключительный этап, как вы знаете, что он проходил для нас 17 апреля 2023 года в юридическом университете имени Кутафина в Москве. Началось это все с Олимпиады, которая проходила в школе. Это было небольшое тестирование. И мы всем классом проходили. Это как бы каждый участвовал в этом. И, не знаю, я как-то, ну прошел, прошел. Потом оказалось, что все-таки я набрал максимальное количество баллов и вышел на уже другой этап. Ну решил попробовать. Думаю, почему бы и нет. Это что-то новое все равно. Потом был как раз региональный этап. И там уже шла некая подготовка. Все равно какие-то вопросы разбирались. Я дома готовился. И потом уже после регионального этапа, когда стали известны результаты, что я прошел на заключительный, что уже это в Москве будет проходить. Здесь я уже перед выбором стал, что участвовать или нет мне. Хочу я. И я решил попробовать себя в этом. И началась уже подготовка где-то с января месяца. Мы готовились активно и с Еленой Павловной, и с Вов Александровной. Мы как-то на уроках разбирали, после уроков. И, конечно же, избирательная комиссия Костромской области помогала нам. Она составляла задачи какие-то. Какие-то вопросы, темы разбирали. И была активная подготовка для того, чтобы достойно представить себя уже в Москве. Это довольно волнительно, когда ты даже просто уже готовишься, когда ты понимаешь, что близок этот день. И когда ты уже непосредственно в Москве, в университете, когда ждешь начала игры. Это просто непередаваемые эмоции. И готовиться тяжело бывает когда-то. Вопросы бывают каверзные. Где-то нужно именно внимательно смотреть текст, что-то прочитывать, какие-то детали. Потому что бывает, что ситуация поставлена очень как-то вот... Каверзные. Да. И поэтому очень много и нюансов в избирательном праве. И здесь одно, а здесь исключение, здесь другое исключение. Поэтому... Ну, готовиться было тяжело. Ну, интересно. Вопросы попались не из легких. Это были три вопроса. Один по референдумам, другой по финансированию. Довольно тяжелая как бы тема. И вопрос стоял очень каверзно, так сказать. Поэтому здесь нужно было подумать, а учитывая, что это все проводится и дается только 30 секунд на подготовку, то нужно именно быстро соображать. И когда ты уже стоишь, проходишь одну задачу, другую. И когда вот стоишь на последнем квадрате, это буквально в шаге от победы ты. Это еще и стресс, и как-то нужно собраться. Поэтому здесь сила воли еще нужна. Мы пытались, конечно, охватить все, но мы разбирали каждую тему. То есть, конечно, трудно понять, да, вот, учащемуся еще, будучи не избирателем, ну, то есть, будучи избирателем, а еще не участвуя в избирательном процессе, понимать все нюансы. Но еще, согласитесь, что даже вы, как рядовые избиратели, вы тоже не знаете, да, некоторых нюансов. То есть, мы, допустим, разбирали по темам списки избирателей, кто их предоставляет, кто туда вносится, как исключается или включается в списки избирателей. То есть, как они хранятся, как с ним проводится работа. То есть, допустим, следующая тема у нас была про бюллетени. То есть, какое их количество, допустим, заказывается. Далее, такой момент, что как они утверждаются постановлением, как они передаются из территориальной комиссии в участковую, как там проводят работники участковой комиссии с ним работу. Ну, то есть, вот поймите, что это самая такая небольшая часть. Но вообще, кроме этого, были у нас темы, как наблюдатели, то есть, как они, кем назначаются, как они себя должны вести, как они могут участвовать в работе избирательного процесса. Ну и, конечно, такой самый, да, ответственный момент, это подсчет голосов. Это не только, как бы, в теории, но и в практике для всех ответственный момент. И подсчет голосов, то есть, как упаковка избирательных бюллетеней, составление протокола, подписи в протоколе. И когда протокол принимает юридическую силу, то есть, вот эти все моменты. Ну, то есть, хочется сказать Максиму спасибо за его терпение, трудолюбие. Но я вот еще хочу раз отметить, что, мне кажется, тут, наверное, желание и трудолюбие, они шли, то есть, параллельно. Если нет у тебя желания, ты трудись, то есть, у тебя результата не будет. И если, опять же, есть у тебя желание, но ты не хочешь трудиться, я тоже считаю, что Максим не достиг бы такого результата. Избирательная комиссия Костромской области на нас тоже возлагала большие надежды, так как с 2018 года Костромская область не представляла своих представителей, то есть, не было на заключительном этапе. Поэтому, когда вот Максим и еще Дарина Кудрявцева, учащиеся Костромы, они победили и были допущены к заключительному этапу, то, то есть, на нас возлагали большие надежды, нам помогали. Ну, хочется выразить благодарность специалистам избирательной комиссии Костромской области, конечно же, Любовь Александровне Пучковой, которая, так сказать, натолкнула, наставила, помогла Максима. Мы с ней работали очень, как бы, слаженно, постоянно перезванивались, какие-то решали моменты, там трудные, в общем, все ситуации сопровождающие не присутствовали, ни когда проходил конкурс, ни когда было награждение. То есть, вот Максиму достоился такой чести, что он побывал в самом центре Центральной избирательной комиссии, то есть, диплом ему вручила сам председатель Центральной избирательной комиссии Александровна Памфилова. Так что, вот, Максим молодец. До этой Олимпиады я, вообще, в другом направлении думал развиваться и как-то даже не думал, что свяжу свою жизнь с вообще избирательным правом или еще с тем-то. Но вот именно Олимпиады это заставило как-то задуматься, почему не попробовать себя в этой сфере, раз мне стало так интересно, раз я готовился и знания уже все равно какие-то есть, то, возможно, в чем-то схожем с избирательным правом или еще чем-то. Я себя, может, и попробую. То есть, пока вот после вот этой Олимпиады я задумался над этим уже, хочу ли я дальше. Ребятам были вручены такие, ну, можно сказать, небольшие сувениры. Это вот рюкзачки, где спонсором этого был Ростелеком, то есть рюкзачки с логотипом Ростелекома, но уже принято постановление Центральной избирательной комиссии 18 апреля 2023 года. И, в общем-то, там прописан такой момент, что сейчас ведется работа по направлению, то есть учащихся 10 класса в Артек, а учащиеся 11 класса получают дополнительные баллы для поступления в университет Кутафина. Так что мы будем надеяться, что все-таки наш Максим съездит в Артек за его заслуженную победу, получит новые впечатления и эмоции. Если я все-таки решусь уже участвовать в 11 классе, то у меня есть уже большой фундамент и багаж знаний этот, он довольно обширный такой, то есть уже легче готовиться. Ну и, конечно же, можно как бы помочь кому-то, да, если кто-то и правда заинтересуется, потому что я знаю, что в нашей школе уже наслышан от учителей, ученики некоторые, они стали интересоваться этим, поэтому почему бы нет? У Максима есть приоритет, что он уже может в заключительном этапе участвовать, минуя этапы региональные, да. Так как он является победителем, он уже, у него преимущество, что он может в заключительном этапе участвовать за 11 класс. Хочется выразить особую благодарность за то, что нам очень помогли, это, конечно, Игорь Александрович Ральников и председатель избирательной комиссии Костромской области Марина Анатольевна Ерофеева. То есть они практически помогли нам съездить. Все материальные затраты взяли на себя. Я бы, во-первых, хотел поблагодарить Елену Павловну за то, что она весь этот путь, она прошла со мной, и в Москве она была вместе со мной, как-то все равно помогала, наставляла, и огромный просто подготовку вот эту огромную всю мы прошли вместе с ней, и благодарность избирательной комиссии Костромской области, ее работникам за то, что они, ну, как бы обеспечивали нам тоже подготовку, и сами приезжали, и мы к ним ездили, и разбирали материалы, они составляли очень такой ценный материал, и он весь сохранен у меня, и это даже как плюс, как бонус, что в любой момент можно заглянуть, что-то повторить. Ну, и также Львов Александровна Пучкова, учитель истории, общества, знаний, она как-то помогала и на уроках, и давала мне материал какой-то справочный тоже, чтобы я разбирал, и вместе с ней мы часто обсуждали это все, и она и наставляла меня, и так как она, мой прошлый классный руководитель, она очень переживала за меня, всячески, да, ну, как-то оказывала поддержку, помощь, и даже просто, что не в плане подготовки, а в плане, чтобы чувствовать себя увереннее, чтобы не бояться, чтобы спокойно это все прошло, ну, и, конечно же, благодарность и Центральной избирательной комиссии, и за проведение, и за то, что оказали вот такую возможность, также и родители, они очень на протяжении всего пути, они помогали мне также, и они как до самого конца, вот как, когда я написал, что все, Олимпиада началась, они все за меня болели, вся семья, и за это им тоже вообще огромное спасибо. Я обращаюсь ко всем будущим молодым избирателям, к учащимся наших школ, среднеспециальных учебных заведениях, так что участвуйте все во всех мероприятиях, которые проводятся территориальной избирательной комиссией, совместно вот мы проводим с Центром молодежи, также те мероприятия, которые проводит избирательная комиссия Костромской области, то есть участвуйте, не бойтесь, как уже показала практика, что у нас есть силы, у нас есть возможности, то есть было бы желание учащихся, ну и что хочется отметить, наверное, не только проверяются свои знания, но также ребята какой-то опыт имеют от этого, делятся со своими вот сверстниками, тем опытом, который они наработали и вообще не только опытом, но, наверное, и впечатлениями и эмоциями.